Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Поправки в закон о референдуме одобрили в Можилисе. Напомним, Тукаев предложил создать вторую республику после изменения Конституции. Без восполнения запасы разрабатываемых месторождений в Казахстане истощатся в ближайшей перспективе. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов. Поправки в закон о референдуме одобрили в Можилисе. Напомним, Тукаев предложил создать вторую республику после изменения Конституции. В нашем случае это переход от суперпрезидентской формы правления к формуле сильный президент, влиятельный парламент, подотчетное правительство. Ближайшим родственникам президента будет запрещено занимать политические должности и руководить квази-государственными структурами. Таким будет новый Казахстан. Поправки вносятся в 33 статьи основного закона. Это почти треть Конституции. Ключевые поправки сокращают полномочия президента, усиливают роль парламента, воссоздают Конституционный суд и укрепляют правозащитную сферу. Законопроект о внесении этих изменений уже передан в Конституционный совет. Он должен вынести свой вердикт. Речь также идет о статусе первого президента, сокращении полномочий действующего, а еще о запрете родственникам главы государства занимать руководящие должности на госслужбе. Изменятся нормы о выборности Акимов. Земля и ее недра станут принадлежать народу. Но, как признался член ЦИК УТИМИСов, некоторые вопросы, например, поправки о статусе первого президента, могут и не войти в референдум. Даже тот вариант, который внесен и который опубликован в СМИ, он может быть изменен по решению Конституционного совета. Политологи полагают, что невозможно, чтобы на референдум было выставлено сразу все 33 вопроса. Скорее всего, это будет так же, как и принималась Конституция. Будет поставлен один вопрос, поддерживаете ли вы поправки, предлагаемые президентом Токаевым или нет. Плюс к этому возник вопрос онлайн-голосования. Как признался член ЦИК УТИМИСов, этот вопрос спорный. В связи с этим вопрос об онлайн-голосовании очень часто поднимается. И я вам признаюсь, есть как те, которые поддерживают, особенно молодежь. Особенно молодежь, она считает это удобным. Но вместе с тем есть и очень много, значительная часть аудитории, когда мы даже голосование проводим, голосуют за то, чтобы пока не спешить. Сколько денег потребуется для проведения всенародного голосования, еще неизвестно. Какие его точные сроки. Хотя в законе четко прописано, провести референдум можно не позднее трех месяцев со дня принятия решения о его назначении. То есть не исключено, что казахстанцы сделают свой выбор уже этим летом. Боржанши Ахмед Ахмедяк Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Без восполнения запасы разрабатываемых месторождений в Казахстане истощатся в ближайшей перспективе. Об этом заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Серикали Брекишев. Казахстан характеризуется низким показателем госинвестиций в геологоразведку на квадратный километр. Он составляет 11 долларов. Для сравнения, в Австралии 167 долларов, в Канаде 203 доллара, уточнил министр. Из 118 элементов таблицы Менделеева в недрах Казахстана разведаны 99 элементов. Настолько богата страна полезными ископаемыми. Но львиная доля инвестиций идет на нефть. Как признался министр Брекишев, открывать месторождения в Казахстане все сложнее и дороже. От того, что отрасль геологии не получает должной поддержки, может закрыться даже ряд промышленных городов, говорят эксперты. Буквально через 15, а то и 10 лет Казахстан может начать испытывать дефицит меди, свинца и некоторых редких металлов. Ресурсы нынешних залежей, открытых еще в советское время, истощаются, а новые не открываются. По этой причине жизнь в ряде промышленных городов может в буквальном смысле остановиться, заявил Серкалий Брекишев. Если уже сегодня не начать георазведочные работы, то в ближайшие перспективы, допустим, восточный Казахстан, Малеевское месторождение, там ряд месторождений, где-то к 30-40-м годам они просто выработают себя. Поэтому здесь необходимо, а это месторождения, которые градообразующие предприятия, на которых работают. Фонд приповерхностных месторождений на твердые полезные скопы практически исчерпан. Мы сегодня имеем наши крупные месторождения, это задел еще Советского Союза. Напомним, Токаев поручил передать неиспользуемые месторождения Казахстана новым инвесторам. Как пояснил министр Ускинбаев, устанавливаются встречные обязательства для недропользователей. В первую очередь особое внимание акцентируется на социальной отдаче. Каждый недропользователь, согласно новым условиям, обязан создавать новые производства. В приоритетном порядке обеспечивать сырьем местные производственные предприятия. Сумма принятых минимальных инвестиционных обязательств по лицензиям превышает 15 миллиардов тенге ежегодно, заключил Ускинбаев. После поручения президента и проведения ревизии Казахстан уже расторг более 50 контрактов по недропользованию. Направлены 43 уведомления об устранении нарушений. По 52 контрактам мы растворили, вернули в государственную собственность. По 43 контрактам мы направили уведомление, что они недостаточно выполняют те инвестиционные обязательства, которые они взяли на себя. Условно говоря, мы взяли, если ты менее 30% контракта исполнил инвестиции, то мы расторгаем другого. Если больше, потому что это достаточно большие копложения, то мы дали сроки и говорим, вы обязаны или дофинансировать инвестиции в эти месторождения, в добычу, и выйти на тот уровень, который вы обещали. Если вы не выполните срок, то эти 43 контракта будут возвращены в государственную собственность. По словам министра, прекращено действие 118 лицензий. Месторождение по расторгнутым контрактам и лицензиям будет выставлено на аукцион. Информация будет размещена в общем доступе на сайте МИИР, а также в республиканских печатных изданиях. Бауржан Шайхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Новые подробности гибели молодого солдата-срочника в Жамбылской области. Установлен и задержан подозреваемый в смерти Альбека Колбая. По информации военной прокуратуры, основанием к задержанию послужили показания свидетеля и результаты судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила признаки насильственной смерти. Напомним, смерть 18-летнего солдата из Мангестауск области всколыхнула казахстанские СМИ. Парень умер через несколько дней после призыва. По данному делу, лично глава государства потребовал с компетентных органов провести оперативное и тщательное расследование. Межведомственной следственно-оперативной группой Южного регионального военно-следственного управления МВД РК задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели военнослужащего-срочника Альбек Колбай в поселке городского типа Гвардейский Жамбылской области. Им оказался сослуживец одного призыва. Действие подозреваемого, квалифицированный как нарушение уставных правил, повлекшее смерть человека. Мы продолжаем выпуск и вот что вы увидите далее. Учитель сельской школы Мангестауск области ударила первоклассницу во время перемены. Видеодоказательства вопиющего случая предоставили родители девочки. В текущем году не состоится традиционный спуск на воду корабля производства Уральского завода «Зенит». В причинах разбирались наши корреспонденты. В системе образования Мангестаусской области случился скандал. Педагог с многолетним стажем не нашла ничего иного, как воспитывать школьников руками. Повышенная активность первоклассницы во время перемены послужила причиной для пощечины со стороны учителя. Моя коллега Салтана Тайджанова с подробностями. Школьный инцидент попал на видео. Преподаватель начальных классов сельской школы и гимназии ударила первоклассницу во время перемены. На кадрах видео видно, как женщина два раза ударяет бегущую по школьному коридору девочку по щеке. Скандальное видео предоставила родительница девочки. Инцидент произошел три недели назад. После огласки управление образования прокомментировало ситуацию. В тот же день был проведен совет по этике. Приказом отдела образования от Упыраганского района учитель Акшукурской школы и гимназии получила выговор. После учитель подала заявление об увольнении. На данный момент управлением образования проводится комплексная проверка для предотвращения подобных инцидентов. Стало известно, учитель с 30-летним стажем ударила ребенка, у которого проблемы со слухом. На данный момент она не работает в школе, уволилась по собственному желанию. Директор школы защищает свою уже экс-подчиненную. Якобы рукоприкладства не было. К слову, директора школы привлекли также к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. На данный момент мать первоклассницы готова обратиться с жалобой в Министерство образования. Султан Тайджанова, Мухагали Нурдаулетов, ТТК-42 из Мангистаусской области. В текущем году не состоится традиционный спуск на воду корабля производства Уральского завода «Зенит». Об этом сообщил директор предприятия Вячеслав Валиев. Основная причина в том, что завод не получает госзаказ на производство судов. Около 700 работников завода в настоящее время работают в гражданском направлении для сохранения технического потенциала. Уральский завод «Зенит» является лидером среди судостроительных предприятий Казахстана. Традиционный спуск кораблей всегда был ярким моментом для горожан. В текущем году это событие не состоится в связи с отсутствием госзаказа на строительство судов. В рамках государственного оборонного заказа заключен договор только на техобслуживание катеров и кораблей. Поэтому предприятие в настоящее время ведет свою работу в гражданском направлении. Так получалось, что мы практически ежегодно спускали на воду катера, необходимые для охраны морских родин. Так получилось, что в этом году у нас заказов нет и в этом году мы отпускать ничего не планируем. Но тем не менее, чтобы загрузить завод, мы сейчас занимаемся в основном гражданским направлением. Значит, это мы занимаемся поставкой оборудования для нефтегазовой отрасли. Чиновники отмечают, что заводу оказывается всевозможная поддержка. В соответствии с переходящим договором с 2021 года предприятием разрабатывается документация на строительство многофункционального судна «Булан» водоизмещением до 720 тонн, производство которого начнется после сдачи документации. Это позволит обеспечить предприятие заказом на три года. Недавно, в апреле, вышло постановление. В рамках постановления данного предприятия у них подписаны три договора на техобслуживание котиров и кораблей. Также в этом году завершается разработка документации на МФС «Булан». Это переходящий договор прошлого года. Будем дальше после завершения документации прорабатывать вопрос выделения средств на строительство МФС «Булана» на 2023-2025 годы. Кроме этого, сейчас прорабатывается вопрос финансирования строительства корабля «Айбар» в 2023-2024 годах. До сегодняшнего дня заводом было изготовлено 34 единиц катеров и кораблей. Все они исправны и несут службу в Каспийском регионе. Альбина Каленова, Айбула Джагапар, Александр Грабарев, ТДК-42. Атраусские школьники имеют возможность бесплатно передвигаться на общественном транспорте. С момента введения карточной системы в автобусах учащимся были предоставлены две бесплатные поездки в день. Позже этот лимит убрали и теперь атраусские школьники могут пользоваться общественным транспортом бесплатно неограниченное количество раз. Такую инициативу поддерживают и жители Уральска. Ведут ли подобную систему в областном центре, узнавали наши корреспонденты. Проект бесплатного проезда в общественном транспорте для атраусских школьников реализовала ТО «Смарт Кала» совместно с городским Акиматом. Для этого учащимся достаточно иметь при себе специальную проездную карту. Жители Уральска видят в такой системе только плюсы и выступают за внедрение бесплатного проезда для школьников Уральска. Бесплатный проезд стал бы хорошим подспорьем, особенно для многодетных семей. Конечно, обязательно надо, потому что дети не зарабатывают, им никакого пособия особо не выплачивается. Поэтому я считаю, что это правильно, если дети будут бесплатно ездить. Я считаю, что маленьких можно бесплатно провозить, школьников тоже по каким-то льготным билетам, пусть 50%. У детей у многих же нет такой возможности, чтобы каждый день ежедневно давать детям на автобус, поэтому да, желательно сделать. В настоящее время карточная система оплаты за проезд в общественном транспорте Уральска функционирует в 425 автобусах. Горожанам предлагается три вида карт – это стандарт, школьная и социальная. Для использования стандартной и школьной необходимо пополнять баланс. В ТОО «Смарткала» сообщили, что готовы реализовать бесплатный проезд для школьников, однако необходима поддержка Акимата. Это уже решает местный исполнительный орган, то есть Акимат. И если Акимат нам дает добро по этому поводу, то мы без проблем можем подключить это все. Также сделать бесплатный проезд для школьников, как и социальные карты. У нас для инвалидов, получается, по зрению первой группы у нас идет бесплатный проезд. Тем временем в городском Акимате в устной беседе нам сообщили, что пока такой вопрос на повестке не стоит. В Костанайской области в этом году выделили на ЭКО почти две сотни квот, на 45 больше, чем годом ранее. А это значит, что почти столько же семейных пар смогут стать счастливыми родителями. Обращающихся с бесплодием в медицинские учреждения с каждым годом все больше, но врачи это связывают с большой информированностью населения. Становится больше и квот, претендовать на которые могут только те пары, у которых в течение года не получилось зачать ребенка. Сейчас на очереди стоят 563 бесплодные пары. Причем быть с этого года в браке не обязательно. Женщина может встать на квоту сама. В этом году расширены показания для программы ЭКО. Если в прошлые годы по показаниям подходили только пациентки с непроходимыми трубами или с мужским фактором бесплодия, то в этом году снято ограничение по возрасту, снято ограничение по трубному фактору. И практически каждая пациентка, которая страдает диагнозом бесплодия, практически каждая, может попробовать претендовать на квоту. Международный аэропорт Актубе планирует перенести за пределы города. По всем СНИПам он уже не соответствует требованиям. Об этом журналистам сообщили на встрече по обсуждению изменений в генплане. О предположениях проектировщиков по переносу стратегически важного объекта расскажет Лайла Уесова. С 15 апреля решением авиационной администрации Казахстана все ограничения международному аэропорту имени Али Молдогуловой были сняты. Терминал работает в прежнем режиме, авиакомпании возобновили полеты в Актубе. Но ремонт взлетно-посадочной полосы все еще продолжается. После многочисленной критики власти регионов серьезно задумались о переносе воздушной гавани в другое место. Шесть лет назад территория Актубе составляла 29 тысяч гектаров. А сегодня границы расширились и есть проблемные участки. Один из них это аэропорт. Из-за активной застройки воздушная гавань находится практически в черте города. Самолеты взлетают и приземляются рядом с жилыми массивами. Аэропорт планируют перенести в сторону поселка Маржамбулах, который находится в 20 километрах от города. Данный вопрос рассматривают в долгосрочной перспективе. Это вопрос финансовый, во-первых. И мы хотим привлечь инвесторов, по примеру, в городу Туркестан. Дальше будем вопрос прорабатывать. Но на данный момент, вы знаете, он уже по СНИПам. У нас уже с этого плана заслойка дойдет, уже несоответственно. Сейчас мы будем определять санитарную зону. Генплан Актубе был утвержден правительством в 2016 году. Однако сейчас необходима его корректировка. По словам Акима, вокруг Актубе будет создан зеленый поезд шириной 400 метров. При этом объездную дорогу планируется пустить через поселок Харахудох. Главный архитектор города также отметил наличие проблемных участков в микрорайоне Батес-2. Однако при застройке Батес-3, названного Лодала, будут учтены все допущенные недочеты. Специалисты представили проект детальной планировки нового микрорайона, который выполнен в едином архитектурном стиле и подразумевает компактность общественного пространства «Умные дворы». Лейла Уэсова, Жумарт Хадебергенов, телеканал ТДК-42, Актубе. 30 лет вооруженным силам Республики Казахстан исполняется в текущем году. 7 мая 1992 года президент Казахстана, верховный главнокомандующий Республики Казахстан Азарбаев, подписал указ о создании вооруженных сил. К вооруженным силам относятся все формирования и учреждения, находящиеся в структуре Министерства обороны Республики Казахстан. Вооруженные силы начинаются с армии. Армия же это в первую очередь солдаты, которые проходят службу в воинских частях. Ровно, буквально по струнке заправлять кровать, правильно обращаться с оружием и держать дисциплину. Всему этому учат армейские будни. В воинской части 55-17 Уральска они проходят в четком распорядке. Ежедневно после утреннего построения и завтрака здесь обучают азам боевой техники и техники обращения с оружием. «Основная задача в армии для солдата – это, конечно, обучить метко стрелять, выполнять задачи, которые непосредственно стоят перед подразделением, которые я выше обозначил, это, соответственно, охрана общественного порядка, где подразделения выполняют задачи, и также по охране исправительных учреждений». Воинская часть 55-17 выполняет задачи по охране правопорядка на улицах города, также задачи по охране исправительных учреждений, которые дисфоцируются на территории Уральска. Солдаты должны быть в хорошей физической форме. Поэтому утренняя физическая зарядка, упражнение на силу и выносливость здесь обязательны. Конечно же, для проходящих воинскую службу положено и личное время. «Согласно распорядке дня, у военнослужащих строительства службы непосредственно в течение дня предусмотрено время для личных потребностей, также выходные дни. Для них организовываются мероприятия, организовываем выезды, городские достопримечательности города по месту дислокации, посещаем музеи, также кинотеатры. Накануне празднования 30-ти лет вооруженного Центра Республики Казахстана, Дня защитника Отечества, непосредственно на базе воинской части будет прохладиться комплекс мероприятий с приглашением ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов Национальной гвардии и взаимодействующих органов». За период одного призыва на службу сюда поступает порядка 200 человек. Ребята приезжают из разных регионов Магастаусской, Алматинской области и Атарау. «Я призывался из города Атарау, призыв 2.21. Служить хотел давно, еще с 16 лет. Закончил колледж и сразу же призвался. Служить нравится, интересно, выполняем много разных упражнений». В эти дни на территории воинской части проходит подготовка к самому главному празднику в году – Дню защитника Отечества. В этот день офицерский состав совместно с военнослужащими должны продемонстрировать технику, военную подготовку и принять участие в концертном мероприятии. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особия Капикенов, ТДК-42. Свой 101-й день рождения отметила ветеран Великой Отечественной войны в Уральске. Анастасия Федоровна Чигнахаева была призвана на фронт в 1942 году, сразу после окончания школы. Служила радистом и участвовала в военных действиях на Дальнем Востоке, защищая рубежи Родины от японских милитаристов. Несмотря на свой преклонный возраст, Анастасия Федоровна сохраняет энергичность и завидное жизнелюбие. А помогают ей в этом социальные работники, которые ежедневно посещают ветерана. Вместе с ними поздравить Анастасию Федоровну с днем рождения отправились и наши корреспонденты. Сходить в магазин за продуктами или убраться дома для кого-то – это часть повседневной жизни, а для кого-то невыполнимая задача. Например, люди преклонного возраста или с ограниченными возможностями. На помощь таким людям приходят социальные работники, задача которых заключается в оказании ежедневной поддержки уязвимых слоев населения. С психологической точки зрения это помогает тем, кто остался один, не чувствовать себя одиноким и обделенным. В их числе ветеран Великой Отечественной войны Анастасия Федоровна Чигнахаева, которая в настоящее время проживает одна. Единственный родной ее человек, который ухаживал за бабушкой, ушел из жизни. Остальные родственники проживают в России. С бабушкой знакома около шести лет. Прихожу, помогаю бабушке. Читаем вместе, гуляем, покупаем продукты. Она вообще больше любит со мной разговаривать, так как бабушка одна, дети живут далеко, и она в основном нуждается во мне не как в работнике, а больше нуждается в психологическом плане. Она больше разговаривает со мной, любит. Она говорит, вот ты моя родная душа, вот ты родная моя, она очень любит. Говорит, как хорошо, что у нас есть такая служба, которая помогает одиноким старикам, одиноким пенсионерам. Ветераны войны заслуживают особого внимания, ведь благодаря им сохранился мир на родной земле. Одна из частных медицинских организаций города предоставила своего сотрудника в помощь бабушке. Я хожу, помогаю бабушке. Каждый день, с часу до четырех, мы гулять с ней ходим. Она мне помогает. Единственное, кроме субботы и воскресенья. В субботу и воскресенье я к ней не прихожу. А в праздники тут уже я постоянно к ней так хожу. Уже, как говорится, тянет меня, я иду. Сейчас даже в последнее время она стала забывать кушать. А вот я прихожу, начинаю спрашивать, кушали? Она говорит, не помню. Так, тогда давайте. 1 мая Анастасия Федоровна отпраздновала свой 101-й год рождения. Несмотря на почетный возраст, ветеран по-прежнему энергичная, полна оптимизма и жизнелюбия. Анастасия Федоровна росла в семье, в которой воспитывались четверо детей. На фронт она ушла юной девушкой в 1942 году, сразу после окончания школы. Служила радисткой. В жестокие годы войны старались поддерживать друг друга словом и делом, рассказывает бабушка. Одним словом я хочу сказать, я не брошена, хоть у меня родственники мои, дети все в России, я не брошена. За мной смотрят, мне помогают и со мной участвуют скорее в моей жизни. Анастасия Федоровна участвовала в военных действиях на Дальнем Востоке. За свои боевые заслуги заграждена Орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Японией, а также медалью маршала Жукова. Анастасия Федоровна за плечами имеет большой педагогический опыт, любит читать и сочинять стихи, что приносит ей много радости. Альбина Каленова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК-42. Про магазин отметили, что до 10 мая все желающие могут приобрести продукцию в рассрочку без процентов и переплат. У нас новое поступление мебели из компании Хофф, из компании Лерва Мерлен. Большое поступление кровати, матрасов. Сейчас действует у нас акция каждые выходные, в субботу и воскресенье. Также до 10 мая действует рассрочка 0,06 от Каспи Банка. В магазине Сецэйл Хом покупателям предлагается продукция только из качественных материалов. Любые товары из магазина Сецэйл Хом характеризуются практичностью, красивым внешним видом и высоким качеством. Магазин всегда работает на благо покупателей. Я слышала, что пришел новый товар. Сегодня смотрю матрасы, качество очень хорошее. Видов тоже очень много. Есть даже ортопедические, которые полезны для здоровья. Цена приятно удивляет. Делай удачные покупки вместе с Сецэйл Хом. В магазине возможна доставка и сборка продукции. Магазин Сецэйл Хом расположен на цокольном этаже торгово-развлекательного комплекса «Сити-Центр». Это были все новости к этому часу. Смотрите еще больше полезной и интересной информации на наших страницах, в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. СПОНСОР прогноза погоды – компания «Думан Транзит». Компания «Думан Транзит» оказывает профессиональные услуги автовоза по доставке автомобилей в города и области Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... Продолжение следует...